Здравствуйте, дорогие зрители! Весна в Британской Колумбии полностью вступила в свои права. И у нас зацвели магнолии и чудесные камелии, как вот эта розовая красивая камелия. В этом выпуске я хочу вам рассказать о тех покупках, которые я совершила в магазинах Second Hand и на eBay. Итак, начнём мы с рассказа об этом удивительном, чудесном сервизе от компании Royal Albert. Украшен он красивыми розами, которые придают всему сервизу нарядный вид. Рассмотрим цены. Например, вот эта чайная пара продавалась за 8 долларов за 2 предмета. А блюдце, такая пирожковая тарелочка, за 4 доллара. Также было дополнительное блюдце за 3 доллара. Такой большой поднос за 11 долларов. Другие предметы я не купила, потому что на них золотое покрытие было частично утрачено. Вот такой замечательный сервиз. Кроме этого, чудесной находкой была вот эта чайная пара. Она от английской компании Earnsley. Сейчас я вам покажу клеймо. Выполнена она из тончайшего фарфора и украшена нежно-салатового цвета эмалью. А внутри чайки мы видим изумительный узор. Он расписан вручную. Здесь мы видим клеймо, подпись автора Джонс. Ди Джонс. Надеюсь, камера передает ее. Посмотрите на рисунок. Какие красивые, практически кажется, есть натуральными фрукты. Это персики, сливы, смородина, листочки красиво выписаны. Палитра очень красивая тоже. Вот такая чашечка. Сейчас я вам покажу. Вот так, чтобы вы посмотрели, как она хороша. Не удержалась я еще от покупки вот такой изумительной тарелки. Она продавалась за 8 долларов. Эта тарелка от компании Spot & Copeland. А рисунок называется Chelsea Garden. Посмотрите, какие красивые краски были использованы художником. И розовые, оранжевые, желтые, а голубой и синий такие нарядные. Я даже представила летний день и на такой тарелочке кусок пирога с ягодами. И этот пирог присыпан такой сахарной пудрой. Я думаю, кушать из него, из такой тарелочки, будет очень приятно. Кроме этого, я купила такую креманку. Привлекла она меня своей гравировкой. Вот здесь видно вензель. Мне кажется, что здесь написана буква С и может быть буква А. Как мое имя, Алла. Поэтому я ее купила. Цена ее была 2 доллара. Вот такая красивая креманочка. Кроме этого, привлекли в мое внимание вот эти три фужерчика. Они из разного стекла. Этот выполнен из нежно-фиолетового. А этот из бирюзового цвета стекла. А этот из зеленого стекла. такого яркого салатового цвета. Посмотрите, как они вместе смотрятся. И цена их была доллар за каждое. Еще один бокал я купила. Цена его уже была 3 доллара. Посмотрите, какое красиво цветостекло. Такой насыщенный фиолетовый цвет. он прямо вот такими всполохами идет по этому бокалу. Здесь даже видны пузырьки воздуха, что говорит о винтажности этого бокала. А удивительной находкой были вот эти часы. Называются они каретными. Они достаточно тяжелые. И из истории этих часов выпускались они с 15 века. И наибольшую популярность получили во времена наполеоновских войн. Вот мы видим, что корпус просвечивается практически по всем сторонам. И даже сверху. внутри расположен механизм, который регулирует скорость часов. Вот так открывается задняя крышечка. А здесь расположены замочки для боя и завода часов. А вот так звучат они. они достаточно дороги. Эти я приобрела за 150 долларов, но в магазине для нас сделали скидку. А на ферме, помните, в том ангаре, я купила вот эти песочные часы с такой вот гравировкой или узором на верхней части. Здесь расположен ангел, коса, такой символ уходящего времени. И купила я их за 4 доллара. Кроме этого, были приобретены мной украшения. Начнем с вот с этой удивительной броши. Эта брошь была приобретена мной за 15 долларов. Она выполнена из нежнейшего розового цвета кристаллов. А некоторые из них с покрытием АБ. Я вам покажу. Брошь многоярусная. арбей так выглядит тем не задняя сторона, и она закрыта, а часть открытая. И вот так расположены замочек у меня конечно закрылась мысль а может быть это брошь от известной компании джулиана но я не знаток поэтому не знаю и если вы что-то думаете что это может быть джулиана или нет напишите пожалуйста в комментариях буду очень вам признательна следующая брошка за 5 долларов видите такого цветка по форме как орхидея и мы видим что на тычинках расположились кристаллы они из нежно-салатового цвета прозрачного и желтого а в серединке находится желтый кристалл а вот так выглядит оборотная сторона застежка форме английской буквы вы и вот такой вот ее задняя сторона такая чаровашка и украшена она черной эмалью кроме этого я купила еще вот такую брошку цена ее было 4 доллара она производства я думаю что западной германии украшена на такого нежного коричневого цвета кристаллами и вот с такой ажурной филигранью вот так выглядит оборотная сторона и удержалась я от покупки чудесный бус из хрусталя с покрытием а б по цене 19 долларов вот так выглядит замочек бусы достаточно тяжелые и вот посмотрите как они красиво сияют а вот этот браслет меня практически пленил и даже не остановила его цена 15 долларов немного дороговато но застежка но просто удивительная она украшена стразами и выполнена из металла золотым покрытием браслет трехрядный украшен он жемчугом искусственную искусственным с розово нежного цвета и прозрачными кристаллами а также мы видим кристаллы сваровски здесь такие бусинки вот такой изумительный браслет брошка цветком чертополоха выполнена из металла золотым покрытием и украшает его прозрачный кристалл нежно-коричневого цвета вот так выглядит оборудовая сторона цена ее было 3 доллара такое колье выполнена из нежно такого зеленого даже салатового цвета кристаллов вот так выглядит застежка и цена его было 4 доллара клипса шерман за 8 долларов вначале я заметила что вот это крепление бусинок в таких лапках я уже где-то видела и мне захотелось помечтать а вдруг это шерман и действительно на застежке я прочитала название шерман сейчас я посмотрю с какой вот здесь вот с этой стороны можно видеть надпись шерман и продавались эти клипсы за 8 долларов они выполнены из коньячного цвета кристаллов и украшены металлизированной краской таких вытащим вы посмотрите как они красиво выглядят следующие клипсы из речного натурального жемчуга за 3 доллара вот так выглядит их оборотная сторона вот так выглядит их оборотная сторона камея за 2 доллара она выполнена из пластика сейчас я вытащу этикетку и мы видим оборотную сторону вот так выглядит оборотная сторона достаточно милая камея а эти сережки от компании решили эта компания производила продукцию с 1911 года сережки чудесные посмотрите как они красиво смотрятся на бархате украшены они искусственным жемчугом и красной эмалью мне очень нравится вот эта деталь центральная сбоку мы видим также жемчужинки и маленькие-маленькие кристаллы вот тут вот элегантные нарядные серьги эти серьги за 25 долларов выполнены из серебра о чем свидетельствует их этикетка в технике они филиграни и украшены такими искусственными кристаллами я думаю что это цирковный так выглядит оборотная сторона такие сережки кроме того я купила еще вот такие сережки украшенные кристаллами с АБ покрытием цена была 6 долларов вот такая брошь за 8 долларов из прозрачных кристаллов я сейчас уберу этикетку и посмотрите какая красивая форма обычно или довольно таки часто такую форму использовала компания Шерман у меня была мысль а вдруг это брошка от Шерман но нет маркировка говорит что это компания Рейн и две буквы B и O вот здесь мы видим маркировку я никакой информации по этой компании к сожалению не нашла но брошка мне кажется достаточно винтажной и кристаллы очень сияют а еще на этой неделе я купила на ebay вот такую сумочку она выполнена из серебра от американской компании Гором Гором производит свою продукцию с 1831 года а эта сумочка была произведена в 1901 году о чем свидетельствует маркировка мы видим на фирмуарис внутренней части надпись стерлинг три клейма типичные для компании Гором с якорем посередине номер и песочные часы именно песочные часы говорят о годе производства этой сумочки 1901 год таким образом этой сумочке 120 лет посмотрите какая удивительная ювелирная работа фирмуар украшен розами и вот таким витиеватым узором нижняя часть в форме кольчужки в виде кольчужки и украшены вот такими металлическими шариками а это вот кольцо на него крепился крюк который цеплялся за пояс дамы и носилась эта сумочка на поясе покажу как она выглядит вот такая удивительная находка и купила я ее по цене металла вес этой сумочки около 200 граммов и поэтому заплатила я за нее 200 по моему 210 канадских долларов такая цена за такую антикварную сумочку благодарю всех за внимание ставьте лайки до новых встреч до свидания до новых встреч а у до новых встреч до новых встреч до новых встреч подmediательно к